Ну а пока депутаты готовятся к активной работе в округах, в том числе, конечно же, и заграничных, и выясняют, блокада это хорошо или плохо, на многих предприятиях продолжают подсчитывать убытки. Например, на Авдеевском Коксахиме, который зависит от поставок угля с оккупированных территорий Донбасса. Там сегодня побывала наша съемочная группа. О том, как выживает завод, мы узнаем у Геннадия Вивденко. Он в Донецкой области. Сейчас с нами на связи Гена. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, в каком положении сейчас предприятие и непосредственно Авдеевка, которая полностью зависит от его работы? Добрый вечер, Алексей. На Авдеевском Коксахиме печи пока не затушены. Их поддерживают в рабочем состоянии. Однако около 200 человек фактически остались без работы. Они-то находятся в так называемом простое. Часть из них занимается, например, уборкой территории. На работу они, будем так говорить, ходят. Но так как продукцию цех не производят, они занимаются ничего не деланием по блокаде. Ничем хорошим это для нашего цеха, по крайней мере, не закончится. Почему? Потому что коксовая батарея должна производить кокс. На данный момент печи стоят пустые. Главная причина того, что завод простаивает, это не только постоянные обстрелы боевиков, но и торговая блокада с оккупированными территориями Донбасса. Коксахиму концентрфически не хватает энергетического угля. А ведь предприятие наполняет бюджет Авдеевки на 80%. Бессмысленная блокада. Непродуманная. Вообще не обдуманная. И это ж на людях сказывается. Кто-то придумал 2-3 человека, а страдают, скажем так, тысячи и тысячи. Сейчас АКХЗ, а значит весь город, испытывает недостаток воды, электроэнергии и технического топлива. А 95% себестоимости кокса, так необходимого для украинской металлургии, это именно уголь. На заводе подсчитали убытки за февраль. Это почти 180 миллионов гривен. Введено внешнее управление, либо национализация, то есть там, судя по всему, этого угля мы больше не увидим. Заместить нам его пришлось дорогостоящими американскими углями и российскими. Кто в конечном итоге выиграл, те люди, которые поддерживали Украину, сейчас уже говорят о том, что вы на нас забили, мы вам не нужны. После обстрела неделю назад рабочим пришлось лопатами доставать из печей готовый кокс с температурой свыше тысячи градусов. Пять печей, вручную, сотни тонн. Мы стали свидетелями окончания работ. Восстановление печей стоит сотни миллионов гривен. Себестоимость продукции выросла. Вот как следствие, авдеевский кокс подорожает. Надо искать рынок сбыта и продавать дешевое сырье. Опять же, конкурентная способность теряется по сравнению с другими поставщиками. Работники завода считают, что сохранение украинского контроля над Авдеевкой, это не только стойкость бойцов ВСУ на передовой, которая расположена буквально в нескольких километрах от КХЗ, но и восстановление работы предприятия, без которого жизнь города просто невозможна. Алексей, студия, это пока все. Спасибо, коллега, за работу. Геннадий Вивденко о том, как выживает Авдеевский коксахим, и сама Авдеевка в условиях угольного голода.